Приветствую, друзья! Вот говорят, что им написано, что Царство Божие внутри нас есть. Райские зоны мозга. Зачем они? И что это такое? И, собственно говоря, напряжение и расслабление. Вот для чего это? Как работает нервная система? И вот оказывается, в моей новой модели работы мозга там расписано, что всего есть четыре агрегатных состояния работы мозга. Это состояние бодрствования, это состояние сна, состояние сна со сновидениями, состояние транса. И одно переходное между ними – нулевое состояние, как коробки передач автомобиля. Когда все системы разблокированы и в то же время готовы к новым соединениям в зависимости от команды. Ну, это такое интересное явление – нулевое состояние. Я о нем писал еще в самой первой книжке, как нейтральное состояние. Ну, как нейтральное состояние коробки передач автомобиля. Ведь такое сложное-сложное устройство головного мозга человека, вся Вселенная, и при этом вот так вот оказывается в моем представлении, но доказанном, подтвержденном. И пользуясь этим представлением, этой теорией, этой новой модели работы мозга, много лет мне помогало это представление выводить людей из шокового состояния после терактов. И в Беслане, и в Кизляре, и в Каспийске я об этом напоминал несколько раз. Это подтверждающие моменты правильности этой теории. И готовить специалистов, понимаете, к разным видам деятельности, и к опасным профессиям, и к творческой деятельности. Помогала эта модель работы мозга. И сейчас я хочу сказать, если вы хотите, например, управлять человеком, ну я это условно говорю, потому что это фрагмент, то, что я сейчас записываю, к ролику, который я предлагаю вам смотреть это на Телеграме у меня, на канале, канал Телеграм, называется канал и метод ключ Хаса Алиева. Вот буквально скоро, вот эта часть этого ролика, чтобы вы понимали, о чём я хочу сказать. Как нас зомбируют, как нас заставляют делать то, что нам изначально, может быть, не нравится, а потом начинает нравиться. Вот каким способом. А тем, что есть связь по этой модели работы мозга, есть связь, закономерность между переводом деятельности в автоматизм, освобождением энергии и возникновением чувства удовольствия, наслаждения. Нами управляют вот чем. Нами управляют вот этим механизмом, когда нам предлагается входить в ритм продолжения деятельности на автоматизме, а там мы тратим меньше энергии. И вот это уменьшение резко расходов энергии вызывает у нас наслаждение, потому что, ну, закон сохранения энергии или принципа минимальных усилий. Вот как это происходит. Ну, представьте себе, если это говорить метафором, метафора, я говорил однажды эту метафору в книжках где-то писал. Допустим, допустим, Бог вменял человеку продолжать род людской, и чтобы он обязательно это делал, как бы он поступил. Он просто соединил это действие, такое ответственное действие, чтобы гарантированно человек выполнял. Он не создавал никаких комиссий по контролю качества. Он просто соединил это действие с чувством удовольствия, и работа пошла на автомате. Благодаря чему есть мы с вами. Интересно, правда? А что можно сделать так, чтобы гарантировать вам, друзья, исполнение? Вот допустим, ну, мифическим образом, кто-то сидит и думает, как заставить вас, людей, зомбироваться, ну, например, чего-то делать, ну, конечно, надо связать это с чувством удовольствия. Я знаю, как это делается, и поэтому вот мы сейчас покажем этот ролик. Да, связь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok